так приветствую всех своих коллег давно у меня не было тут решил сделать обзор на свои остальные ружья может кому будет интересно может кто-то возьмет для себя нужную информацию вот тут сегодня будет обзор так скажем три в одном три оружия в одном видео как я начинал так скажем путь охотника ну перед вами сайга 410 калибре калибр 410 на 76 данным оружием тоже владею очень долгое время изначально им лет 10-15 наверное владел близкий товарищ я с ним это мое первое оружие с которым я ходил на охоту так скажем сейчас охотники начнут писать что вот из него нельзя охотиться он для пострелушек да возможно вы и правы то есть с ним охотиться как бы очень тяжело вот все-таки не 12 не 12 калибр но уток я с него убрал вот для пострелушек для того чтобы сайга такое оружие чтобы был в сейфе как бы вещь хорошая я выкупил данное ружье у своего товарища вот он решил продать но за символическую цену за символическую цену решил его продать я у него забрал но лет 5 назад наверное за 10 тысяч рублей вот в комплект входит два рожка на 10 патронов и на 5 патронов патроны пуля патроны дробь очень классное очень удобное оружие еще раз повторяюсь 2 утки я с него убрал но в основном мы я с ним ходил тропить зайца ну зайца я с него не брал это мое первое такое ружье с которым я ходил которого я любил вот после данного оружия когда уже понял что охоты буду заниматься долго влюбился в это ремесло решился взять уже вертикалку 12 калибр мр-20 7 ну кто-то называть mp27 вроде это лишь лишь 27 ну классно ружье сейчас особо не пользуюсь года три наверно или 4 вообще не пользуюсь надежно хранится в сейфе раз в полгода произвожу чистку смазку и в идеальном состоянии он у меня хранится в сейфе очень красиво оружие после 410 сайги решил себе взять полноценное оружие для охоты 12 калибра взялся мр-27 вертикалка 12 на 76 калибр с данным с данного ружья конечно я взял ну очень много дичи зайцев фазанов уток вот оружие для троповой охоты чтобы пропить зайца просто идеальное оно легкое оно очень удобное оно очень практичное очень легко обслуживается очень легко чистится после владения данным оружием где-то полгода когда мы с друзьями решили поехать на утину и на гусиную охоту я тогда понял что мне нужно расти дальше и купить себе пятизарядку потому что с ним на зайчика на фазана ходить охотиться одно удовольствие но на утку и гуся не совсем удобно потому что не хватает патронов вот очень не хватает вот потом начал уже смотреть обзор на пятизарядку здесь получается у меня классический вариант без сменных дульных насадок вот как я сказал после этого оружия смотрел пятизарядку и взял себе уже ружье от Амнео 12 калибра от Амнео от Армс 12х76 решил попробовать турка и не пожалел о своем выборе данное оружие является инерционным пятизарядником полуавтоматическим после приобретения этого оружия моя охота полностью укомплектовалась что ли уже по так скажем гладкоствольному оружию вот я уже ни в чем не нуждался то есть с данными тремя единицами оружия я покрывал всю свою охоту будь это фазан будь это утка и гусь с данного оружия тоже брал очень много уток гусей классное оружие здесь камуфлированные криптег по моему если не ошибаюсь называется двустволка она для начинающих очень хорошее хорошее оно так скажем воспитывает с двумя патронами экономные но в любом случае без пятизарядки любой охотник мне кажется не сможет выполнить ту охоту которая и ему нужна легко разбирается легко собирается и легко очень легко чистится тут в комплекте очень много так скажем насадок дульных чоковых 5 штук всякие тыльники резиночки для левши для правши можно отрегулировать приклад можно приклад улевшить уменьшить или наоборот удлинить вот я под себя все это настроил и как бы очень доволен данным оружием вот если кто-то думает надумывает планирует брать атановок 12-го калибра сомневается рекомендую тоже вот ружье не подводит качество хорошее вот патроны 12-го калибра это еще старенькие патроны лет 5 назад покупались каждый год покупаю по 200-300 патронов по 200-300 половину сжигаем на охоте половина остается так что такой обзор сегодня получился всех благодарю за просмотр до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания